Борьбу за победу продолжали пять команд из Лангипаса и Покачей. Это второй день соревнований. Подобное мероприятие по пожарно-строевой подготовке проходит ежегодно. Спасателям необходимо выполнить три основных упражнения на ловкость и скорость. Данный этап соревнований у нас проходит ежегодно. Это является вторым этапом. Первый этап проходит в частях, то есть королы между собой соревнуются. Второй этап проводим мы на уровне Лангипасской зоны ответственности. И третий этап уже будет на уровне окружных соревнований. Это будет он проходить в Коголыме. Первый этап похож на веселые старты. На самом деле это серьезная полоса препятствий. Сначала огнеборцам необходимо надеть экипировку на время, затем подать пожарный ствол на четвертый этаж учебной башни. Кроме того, присоединить рабочую пожарную линию с рабочим стволом к насосу. Эльдар Асманов в таких соревнованиях принимает участие в третий раз, поэтому выполняет все задания с учетом допущенных ошибок ранее. Сложнее всего, когда я только приходил на работу, то есть было страшно работать на высоте. Поэтому дважды я работал специально на высоте, то есть чтобы побороть страх. И только сегодня я дал возможность другим ребятам поработать. Второй и третий этапы состязания – это подача пены по магистральной линии и эстафета. Судьи за всем тщательно наблюдают, особенно за временем. В реальной ситуации решающий может оказаться каждая секунда. Самое важное, я всегда говорю и считаю, что это практические занятия. Поэтому что мы отрабатываем на боевых дежурствах занятия по физической, по пожарно-стрелевой подготовке. И, так сказать, между подразделениями у нас создают соревнования не из-за того, чтобы кто-то победил, выиграл, а для самих себя, чтобы мы каждый день знали свою работу, каждый, чтобы оттачивал, что он умеет. Все упражнения выполнялись в соответствии с требованиями правил охраны труда. Результаты команд по каждому выполненному упражнению оценивались согласно специальному положению, начислялись штрафные секунды. По итогам соревнований лучшей стала дружина 94-й пожарно-спасательной части из Лангипаса. Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров. Наши города.